Геннадий Тихонович, мир вам! Мир вам! Вопрос такой, вот в вашей практике, за вашу жизнь, какие виды служения вообще были? Ну, я имею в виду, что есть благовестие, есть проповедь, а какие были виды служения еще, ну, не знаю, там, оказания помощи ближним, там, в доме престарелых, или в больницы ходили? То есть, что было из практики, и что является, ну, для христианина образцом жизни? Мы это давно начали уже, тут дома престарелых есть и инвалидов, в другой городе большой, это под нашим присмотром были, и душа такая была, что обратилась их, и мы ее все-таки на нашем кладбище похоронили, А за ней сюда ездили, и на руках ее уносили в машину, и возили к нам на богослужение, и тут она причащалась вдовина Анна Петровна, она с детских лет, так ее там соседку, увидела маленькую, скачет, там, не в люльке, а как кроватка-то, ей там полгода было-то, и она сразу заболела, два дня кричала, говорит, и ноги отнялись в ней, Мы встречались, ходили по домам, узнавали, где какая-то бывает нужда, конкретно уже узнавали в чем Мы старались рассмотреть, как-то помочь, кроме того, я вел занятия в это время одновременно в пяти университетах, в тринадцати школах, в пяти отделах милиции Барнаула, в городском отделе, городской УВД и краевой УВД, ну и, конечно, в прокуратуре, прокуратурах разных, все заводы, фабрики и воинские части Алтайского края Вот это, тем более, восемнадцать лет сотрудничали с тюрьмой, СИЗО, средственный изолятор, ну и там записывали, по рации у нас когда не было, раз в неделю ездили, в такой порядок нам показали, как Вот, распространяли литературу, по заказу покупали им крестики и иконки И шли по камерам, узнавали, какая нужда, говорили Ни одной записки мы ни у кого не взяли без разрешения сопровождающего За кого-то ходатайствовали Один раз я прихожу туда, говорят, у нас тут неладное Они вызывали непокорных, ну а там вызвали там спецназ Ну они их отмолотили, ну что там, в камере десять человек, а ворвалось пятьдесят Там все смели перетоптали Они объявили голодовку Ну там четвертый день, кажется, не едят, ну сколько там, человек семнадцать Я говорю начальнику, вы меня запустите туда, они же меня знают, кто я Да вы что там, там перевели это внизу Там двумя, тремя дверями, решетками закрывают, а офицеры с собаками в коридоре И не пустили Начальник говорит, ни под каким видом Я говорю, я дам расписку, что со мной, что я с Бога буду требовать У меня близкие отношения с прокурором края были, генерал-лейтенант Параскун Юрий Николаевич Я к нему пошел, он говорит, завтра приезжайте утром рано Постараемся Я приезжаю, он около тюрьмы стоит и говорит, двери открыты, заходите И уже начальник тюрьмы другой, это не другой, а другой тон Ну и вот пришлось там даже среди этих людей потрудиться Узнавали, какие верующие есть, кто Мусульмане Я в первую очередь старался помочь им Бумагу приносили На Пасху красили, яйца приносили Беседы с составом тюрьмы Я сейчас не помню уже сколько-то, в месяц раз или как они весь состав обслуга собирались Начальник здесь, и я вел занятия Там где-то около больше полчаса Вот тут такая вот работа шла Главное, это было благовестие Сегодня не так люди нуждаются где-то, а помогают, в первую очередь, помогают своим по вере Когда мы узнавали Я староста община Поэтому за особые, как говорят, заслуги еще и должность попечитель То есть я должен знать, кто там замужество Ребенок родился, больной в больнице, похоронить И на все это мы выделяли средства Про нас прознало библейское сибирское общество Булатов Алексей Владимирович Они приезжали Приезжали, а мы до них Ну она все-таки как протестантский уклон такой был И говорит, вот второй раз уже Вы по всей Сибири По жертвенности заняли первое место Там переводы они делают на разные языки Которые малые народы здесь в Сибири есть То есть мы никого нигде не проходили По всей возможности Ну и благовестие, миссионерские поездки в это время были Из Барнаула мы проехали до Владивостока А потом проехали до Португалии Турция, Греция и Скандинавия и Прибалтика И север Да, в общей сложности мы прошли 120 тысяч километров 650 библиотек мира получили от нас полный комплект Это нам обошлось в 35 миллионов рублей А поездка только до Португалии обратно 440 тысяч за горющее Мы на газели Были два миссионера и шофер Но один из нас еще и помогал У нас отбой садился за руль У нас отбой был всегда В 10 вечера уже темняется Подъем в 2 часа ночи Ему уже на ногах Когда были на Востоке В среднем мы в день проходили 1030 километров Каждый день не менее 5 городов Или районных центров И везде делали подарки То есть эти поездки никто не совершил Да у них ничего и нет Это 38 томов Мои книги Каждый том 752 страницы Ну и попутно Еще встречи Там может несколько тысяч встреч было Это где-то в 4 года мы вложили Везде благовестие было Выезжаем Палатку расстилаем Военные 2 на 2 метра Воздеваем руки Около самой дороги Машины туда и сюда С разными там верованиями Где мы встречались Вот так вот На что нас хватало Там бы из остатка выдавали мы И поэтому Когда люди сегодня говорят Что-то можно создать Нельзя создать миссионерское общество Можно певческие Благоденственные Там разное Благотворительное А это нельзя создать Люди не понимают Миссионерские отделы Как вы создали их Я разговариваю Это самые злобные люди туда лезут Они буквально жирают друг друга А почему? Потому что они от Бога От Бога 2 Господь 12 послал по 2 Из 12 и 6 миссионерских групп Дальше Господь избирает 70 И говорит И послал по 2 Что непонятно Моисей и Аарон Сколько? 2 Кирилл и Мефодий Сколько? 2 Нас Я и брат мой Сколько нас? Двое Как говорят Выиграть за Моисея А брат за Аарона Священник Ну смеются всяко Ну Это жизнь конечно Если ты к этому расположен У нас только чудес было Дорога Объяснить ничем нельзя Только тем Что нас сопровождал ангел Ночь В темноте Никуда не свернешь Горы Только выехали на простор Сразу Нет Света не видно И звезды закрыты Ну шофер влево повернул Там где-то Скало видно От свет от машины Далеко идут И видно Что тут лес какой-то Он остановился Ну вот здесь ночевать будем А я отвечаю за Разжигание печки А у нас ямки Выкапываем Траншея вот такой ширины Там 25 сантиметров И длиной 70 И решетки такие Сваренные С ушами как бы И кладем И у нас На 5 литров Чай Это ну вода И на 5 литров С нами же собака Большая Немецкая порода Восточноевропейская овщарка Ровураганта Надо докормить И на целый день Чтобы хватило Я подошел Лопату беру копать Копнул В то место попал Когда сюда ехали И там были В темноте С точностью до 1 сантиметра Господь вывел В сплошной темноте Как это может быть А сворачиваем Нигде Свет не зажигаем Чтобы нас не видели Нам нужно сохраниться Чтобы никто не догадался Что мы здесь Один раз Увидели там Травой заросшие Как бы Траншея большая идет Ну подумали Нам само то что надо А утром Там разожгли Сухую траву Сожгли Приготовили А утром встали Рядом стоит Указатель Будьте аккуратны С огнем Здесь проходит Труба с газом Мы скорее оттуда Один раз Вот так же Свернули Остановились А мне разжигать А что разжигать Ничего не видать Нет Я только шагнул И запнулся Запнулся И смотри Вот такие вот Березовые Вот такой ширины Поленница В траве Она невысокая Поленница Дрова В темноте Кто нам ее приготовил Поленница Прямо сложена Ровно отрублена Так это я уже говорю Такие Простые дела А сколько было того Что зайти невозможно Ненависть Как убегали Там где-то Преследование было даже И везде Бог хранил Говорили Вот поймите за рубеж А там разные нормы И наша газель Она дым упускает А вас сразу расштрафуют Я тогда начал По всем странам Перебрал И на все страны Вывел Какие требования В машине Ночевать нельзя Надо ранее Где-то Созвониться С гостиницы И чтобы мы там были Мы везде Ночевали в машине А палатку ставили рядом На территории На территории Какие-то там Большие организации Вот Мы обеда садимся А собака рядом Привязана Ужинать А в это время Уже полиция То ли вызвали Или сами Австрия В Австрии А не подъезжать А он как Рявкнул на них Ну все Они развернули Даже не вышли Из машины И были таковские Говорили Польша Это там Такое Не больше 20 минут И мы границу перешли Это шенгенскую визу Надо открывать Вот То есть А в любом государстве Мы что писали За что штрафы Нам это Не потребовалось То есть Мы нигде не нарушали Все знали И Все как надо Нигде Ни одного Замещания не было Если где-то у нас было Сбили с дороги Полиция Сразу же Нам шла на помощь Фотографировались Потом я им Благодарность Отослал в Германию В ту организацию Где они работают Они думали Наркоманов Что-то у них Какая-то операция была И мы подвернулись Под горячую руку Так даже стекловая машина Выдвигается И туда фонариком Светили Это Это все показать Вот представьте В библиотеке имени Ленина В Москве Как принимают Как они Подписали бумаги Все Что будут хранить Давать там И несут И я за ними Еще туда Помогаю им В Москве В исторической библиотеке И парламентской В трех библиотеках Москвы Полный комплект Моих книг 38 томов Ну кто сделает Ну сделай Поезжай А где ты возьмешь ты Книги писались Фактически Почти 9 лет 8 с половиной Каждый год Почти по 5 томов Походило 4 с лишним Это абсолютно Невероятное Ну я Спал Как правило Не больше 2,5 часов в сутки Сам за компьютером Помогали люди Много аудио записано Беседы Нужно было их перевести В Word Все было сделано И как издавали Денег нет Только помолились Среди ночи звонят Там Америка Или кто-то Деньги Там Австралия Вы в деньгах нуждаете Знать не знаем По сей день кто Господь не дает Сна Вот здесь Якубчук Леонтий Его найдете Он Можно найти его Вот он тоже Где-то тут бывает Приходит Он в Америке Пятидесятник Вышел на меня Но я вопрос задаю А как вы вышли на меня Да как Я спал А вы подошли Как пнули меня Говорит Что спишь Вставай на молитву Я Говорит Испугался Я говорю А кто ты такой А я назвался Я утром тогда В интернет зашел Вас нашел Недавно там Из Ирландии один Точно та же история Подошел меня Как пнул Говорит Ночью Встань на молитву Такие переписки С разными нациями Везде я хожу Ночью пинаю Их на молитву поднимаю Смешно Ну это один бы два Ну и сколько людей Таких Которые Что это означает Я не знаю Один сегодня мне сказал Я маленько вас не расслышал В 4.40 встаете А я уже месяц назад Понял Что в 3.40 Я в 3.40 вставал А я дальнобойщик И сейчас Говорит Все время В первом ряду Иду везде Мне кажется Это на пользу Вот какое дело И у бакистов были И у мусульман И в дом В Баку В доме мулы Наша ставка была Мула Это как у нас Священник Это все не расскажешь Это только Бог Мог сделать Без Бога Не до порога И поэтому Во всем Мы участники Что у нас было Дорогой Бывает мы На нет исходили Сразу раз Деньги посылают Вам нужны деньги А откуда Вы знаете Не знаю Я говорю А кто вы А Дмитрий Булкин А где Ну как где Бывший Кёнигсберг Знаете Я говорю Это Калининград Ну да Я говорю Да я уже не пишу книги Ну на что-то Надо Нужны На что-то Я говорю Мы едем Поездку Ну и возьмите И цифры посылают Всегда Шестизначные цифры Вы поняли Что это не два рубля И поэтому Мы Вот я в субботу Завтра буду Говорить проповедь Если Господь позволит О благодарности О воскресенье О словословии У меня темы Такие необычные Богатые Я посчитал Сколько Где выступлений За мою жизнь Было Если был Записывали Все Это невозможно Записать Говорит Невозможно Я посчитал Ну больше Сорока тысяч Выступлений было Тысяч В день Пять Семь Десять Сколько В церкви В церкви Было Что я В основном По четыре проповеди Говорил Две Вечером Субботу А если праздник Здесь еще четыре Восемь проповедей Сколько Везде Выступлений Это Бог дает Вещи невероятные Все что раньше Было начитано Пятьдесят томов В аудио Библия Двенадцать томов Златоуста Двенадцать томов Жития святых Пять томов Добротолюбия Четыре книги Григория Диченко Архипелагулах В общей сложности Около пятидесяти томов В восьмидесятые годы Я насчитал Но я заплатил за это Побывал в пяти тюрьмах И в лагере Это все во славу Божию Все по благодати Повторяю Никто не повторит это Никогда И до нас этого Никто не делал Вот Канон Андрея Критского За это же время Мне пришлось возвести На третью ступень В трех вариантах его Те же самые Двести четыре события Первое Помилуй меня Божий Помилуй Второе Благодарение Благодарим тебя Христе Божий Наши Третье Слава тебе Божий Слава тебе И вот у меня Трехтомник выходит В нем Триста девятнадцать Комментариев Блаженного Пепелакта За девятьсот лет Нигде не строчке Никто не написал Почему? А люди не понимали А сегодня Прямо ухватились за это Бог это делает Когда ему доверяешься Вот так Я Все А то я разлился Как море Спаси Христос Аллилуйя Сейчас вот Проверяю Вот я своим Которые люди знакомые Ходят в университет Я сказал Напишите Как вы пришли к Богу Как вы Оказались в нашей общине И что смотрите Как смотрите На воссоединение Мы Зарубежная церковь РПЦЗ Московская патриархия МП И восемьдесят четыре Человека написали И я их сейчас По отдельным файлам Это пятнадцатый Шестнадцатый том Открытым оком Это у кого есть мои все книги Они нету Я попросить Я скину вам Пятнадцатый Шестнадцатый том Я сейчас их Разделяю отдельно Большие Это маленькие Все отдельными Файлами Там есть что послушать С обратными адресами И после Как они все сказали В конце Я даю еще Несколько мест Из писания То есть Слова священного писания Взять эту биографию Я священнику Любому скажу Сделайте Чтоб каждый Из ваших Прихожан Написал Не напишут Не напишут Попробуйте Это у каких-то других Там Даже Знают люди Бога Они не напишут Тем более У нас Строжайшие правила Первое правило Самое невероятное Было Никого к себе Не звать А как Не знаю как Да как же вы могли так Никак Кому надо Напишут заявление Попросятся Один раз Разрешим прийти Проверим предварительно На работу Домой сходим Ну а причина какая Боязнь Что вместо христиан Могут увидеть Карикатуру христиан Да как у вас Такой Ну я ответил Все Никогда не спорю Спорит тот Кто ничего не знает А кто знает Возвещает истину Это мой Алгоритм А везде В интернете Все так отвечают Вот Златоуз говорит Слава имеет Такой Такой характер Это такая капризная Девушка Если ты за ней Гонишься Она убегает От тебя Если ты убегаешь От этой славы Она гонится За тобой Еще задел Кого-то Ну вот так Столько Столько Друзей Вокруг И столько Врагов А то Врагов У меня Врагов Больше Чем вместе У Путина Шойгу Вместе С Патриархом Так у них Поменьше Маленько Где-то Насчитали Чуть не 250 Роликов В интернете Против меня Под разными Названиями Там Мои места Берут И они Слепляют В поле Безумие Голову Там Отрезают Ну и А дальше Уже Показывают Что пришлось Даже обратиться В прокуратуру Алмазов С Казахстана Вот там Надежду Васильевну Подцепили Ну и Там Разобрались Все Сгинул Как будто Его никогда Не было Священник Тут один С горного Алтая Да вот что Они поклоняются Не Богу А демонам А мы беседовали Как раз Два епископа были И наш Местный был Да вы что Батюшка Говорит Да так И есть Мы домой Не пришли Я уже в интернете Этих роликов Нету Вот так Если они Хулят Это значит Ты Богу угоден Это англичане Говорят Дело твое Не устоит Если тебя Никто не поносит Уайт Оскар Уайт Говорит Я столько Прочитал Против вас Всякой мерзности Что у меня Сомнений нет Вы хороший человек Вот как Рассуждает Мыслители Раз они Мне нападают Самое главное Доказано Что я не такой Как они Все Изучайте их Биографию Выводите их На ринг Вытащите На брусвер Это абсолютно точно Раз он нападает Ясно нападает Я в другой раз Даже глянусь На кого он говорит Говорит им Ничего этого нет Тарасий Когда умирал Патриарх А демоны Представили что-то Ему там Показывают Бумаги Где написаны Грехи Он делал Он только Сказал Все Что вы лыжете Ничего этого Не было И умер Вот это я скажу Всем врагам А что они нужны Они плетут Венец славы За девять блаженств Можно Все время Славить И славить Наше учение Но последнее Блаженство Самое высокое Когда будут гнать вас Злословить За имя мое Так гнали Пророков Бывших Прежде вас Радуйтесь И веселитесь Ибо велика Ваша награда На небесах Если они Меня поносят Отсюда я делаю Вывод Богу угодно Это Они конкретно Ничего не могут Указать А по отношению Ущемленности Своей Какая-нибудь Бездарная Тупость Нападает У них ничего нет Я слово скажу Они это слово Переворачивают Вот это ты Вот это ты Та я не стал С ними разговаривать Даже Им это не надо Они Хуже мирских Эти люди Но нам Это полезно Почему Я молюсь за них И днем И ночью Не вмини им безумие Господи Они не знают Что худо творят Ну все Вопросов-то нет больше А он что-то полетели Сердечки Меня слышно Или нет было Всех Христос Слышно Слышно Аминь Спаси Христос Благодарим Игнат Тихонович Аллилуйя Аминь Спаси Христос Она говорит Она говорит Нет я писала Дома То есть Настолько Схожесть Они с Игорем Были Лучшей парой Танцевальной Когда учился Он обратился А потом И она Попросилась Мы на чужом Мы на чужом Мы на чужом основании Сеем На целине Написано Распашите на вину Новая Целина Девственность Вот так Ну тогда Все Отхожу Девогам